До и после обязательных ежедневных молитв есть сунна-намазы. В день суда, если у раба будут недостатки в обязательных намазах, его добровольные намазы возместят упущение в обязательных. Поэтому следует проявлять особую осторожность и внимательность в своих обязательных молитвах, чётко выполняя все требования, а также уделяя особое внимание выполнению сунна-намазов. Пророк, алейхиссаляту ассалям, сказал, «Кто совершит 12 ракаатов сунна-намаза в день, не читая обязательного фард-намаза, тому будет построен дом в раю». Данный хадис даёт надежду и вдохновляет на практику. Многие из тех, кто передал этот хадис, добавляли, что не пропускали 12 ракаатов сунна-намаза после того, как услышали этот хадис от своих учителей. Также некоторые передатчики перечисляли эти 12 ракаатов. «Два ракаата до утреннего, 4 ракаата до обеденного, 2 ракаата после обеденного, 2 ракаата после вечернего, 2 ракаата после ночного намаза». Эти намазы сунна-муаккада – это желательные намазы, которые посланник Аллаха салляллаху алейхи вассалям совершал постоянно, однако изредка пропускал. Следует помнить, что, согласно ханафитскому масхабу, постоянное невыполнение сильной сунны, то есть сунна-муаккада, безуважительной причины является грехом. Два ракаата до утренней молитвы особенно ценны. Пророк алейхи салляту вассалям говорил, «Два ракаата, совершенные перед утренним намазом, лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. На того, кто совершит со старанием, 4 ракаата до и после обеденной молитвы, Аллах делает запретным для адского огня». Пророк салляллаху алейхи вассалям просил у Аллаха милость для того, кто совершает 4 ракаата до после обеденной молитвы и сообщил, что Аллах построит дом в раю для постоянствующего на этом. В адисе рассказывается, что тому, кто совершит два ракаата после вечернего намаза, не заговорив ни с кем, эти два ракаата запишутся большим вознаграждением в Иль-Июне. Что касается сунны ночного намаза, пророк алейхи салляту вассалям говорил, «Тот, кто совершит перед предписанной ночной молитвой 4 ракаата сунны, получит вознаграждение, как будто он совершил тахаджжут намаз, и тот, кто совершит 4 ракааты после предписанной молитвы, это зачислится ему как в ночь предопределения». Учитывая все эти достоинства, каждый молящийся должен стремиться обрести эти блага, постоянствуя на сунна-намазах, к выполнению которых в наши дни люди становятся все более расслабленными и невнимательными. Совершением обязательных молитв раб спасается от наказания, а совершением желательных молитв приближается ко Всевышнему. Субтитры создавал DimaTorzok